здравствуйте мы начинаем урок по физике для 9 класса по теме ускорение свободного падения на земле и других небесных телах в ходе нашего урока мы выясним как можно выводить формулу для расчета ускорения свободного падения мы научимся объяснять почему ускорение свободного падения зависит от того в какой именно точке земли мы находимся на различных широтах она будет разное и почему ускорение свободного падения зависит от высоты над уровнем земли и мы научимся вычислять ускорение свободного падения для различных небесных тел то есть не только для земли но и на длюл и для других планет на прошлом уроке мы с вами выучили закон семерного тяготения он гласит что если два тела масса m1 и m2 располагаются на расстоянии r друг от друга то силу притяжения между между ними можно вычислить по указанной здесь формуле чтобы вычислить вывести формулу для вычисления ускорения свободного падения мы воспользуемся этим законом всемирного тяготения важным частным случаях силы всемирного тяготения является сила тяжести то есть сила с которой тело притягивается к земле в законе всемирного тяготения вместо m1 и m2 мы и подставим две массы м маленькая это масса тела и м большое масса земли таким образом силу тяжести можно будет посчитать по двум разным способом и через формулу для силы тяжести нижняя формула и через формулу для закона всемирного тяготения верхняя формула это одна и та же сила поэтому правые части этих формул равны и мы их можем приравнять массы тел здесь сокращаются и мы получаем выражение для вычисления формулы ускорения свободного падения то есть что говорит эта формула что если мы имеем планету массой м большое то на расстоянии r от ее центра ускорение свободного падения можно будет посчитать по вот такой вот формуле и так ускорение сводного падения зависит от массы планеты и от расстояния до центра этой планеты это одна из причин почему ускорение свободного падения неоднородно в различных точках земли земля не является радио идеальным шаром ее радиус различных точках разный соответственно находясь на поверхности земли в разных точках тело находится на разных расстояниях от центра земли и поэтому ускорение свободного падения в различных точках земли будет немного отличаться на различных широтах ускорение свободного падения будет разное то же самое можно сказать и про зависимость свободного ускорения, ускорение свободного падения от высоты на уровне Земли. Действительно, ускорение свободного падения зависит от расстояния до центра планеты. Чем выше над уровнем Земли мы поднимаемся, тем больше становится это расстояние и, соответственно, тем меньше ускорение свободного падения. Чем дальше мы удаляемся от Земли, тем меньше ускорение свободного падения будет в этой точке. По той же самой формуле можно определить ускорение свободного падения для любого тела, не только для Земли. Для этого достаточно знать массу данной планеты и ее средний радиус. Гравитационная постоянная, которая также входит в формулу для ускорения свободного падения, есть величина постоянная, она одинакова для всех, для любых тел. В данной таблице приведены значения масс и средних радиусов для нескольких небесных тел, то есть для нескольких планет и для нескольких карликовых планет. При желании можно рассчитать ускорение свободного падения, которое имеет место быть на поверхности этих планет, и можно убедиться, что у разных небесных тел ускорение свободного падения очень разное. Можно посмотреть на шкалу, указанную вправо. Допустим, у такой планеты, как Сатурн, ускорение свободного падения больше, чем Земля. А у других планет, например, у Марса или у такого спутника, как Луна, или у карликовых планет, ускорение свободного падения будет гораздо меньше, чем на Земле. Во второй части нашего урока мы посмотрим некоторые практические задания по теме ускорения свободного падения на Земле и на других небесных телах. В первой задаче от нас требуется рассчитать ускорение свободного падения на Марсе. При этом в качестве вводных данных нам сообщается средняя плотность Марса и средний радиус Марса. И также нам здесь понадобится, из математики мы вспоминаем, по какой формуле можно вычитать объем шара. Мы будем считать, что планеты и Марс в частности имеют примерно шарообразную формулу. По этой формуле можно посчитать их объем. Какие формулы нам здесь потребуются? Нам нужно рассчитать ускорение свободного падения на Марсе. Поэтому воспользуемся формулой для ускорения свободного падения. Нам дана плотность, поэтому мы запишем формулу для плотности, как массу планеты делить на объем планеты. И нам дана формула для объема 4 третьих πr в кубе. Итак, давайте начнем. Чтобы посчитать ускорение свободного падения, нам нужно g, гравитационную постоянную, умножить на m, массу планету, и делить на r, на радиус этой планеты. g, гравитационная постоянная, нам известно. Радиус Марса нам задан, а от массы планеты нам не дана. Поэтому нам нужно преобразовать эту формулу таким образом, чтобы у нас были только известные величины. Чем мы для этого воспользуемся? Мы воспользуемся формулой для плотности, откуда и выразим массу. Масса выражается через плотность и объем. Плотность нам задана. Подставляем вместо массы рона v, получаем следующую величину. Пока еще тоже не хватает, потому что у нас есть формула для объема, но значения объема у нас нет. Подставляем вместо v ее значение. 4 третьих πr в кубе. Получаем значение формулы, указанное здесь на слайде. И сокращаем те величины, которые сокращаются, то есть r, и получаем окончательное значение для вычисления ускорения свободного падения на Марсе. 4 третьих π g ρ r. Все эти величины нам уже известны, они за одно условие к задаче. Мы можем подставить соответствующие значения. π напоминает примерно 3,14. И если мы аккуратно все это посчитаем, перемножим и разделим, получим значение ускорения свободного падения на Марсе. То есть примерно 3,6 метров на секунду в квадрате. То есть мы видим, на Марсе ускорение свободного падения гораздо меньше, чем на Земле. На Земле примерно 9,8 метров на секунду в квадрате ускорения свободного падения. Вторая задача. Космическая ракета удаляется от поверхности Земли. Для каждой физической величины требуется определить характер ее изменения. То есть пока ракета удаляется от Земли, какие-то величины из тех, которые приведены с ней, будут как-то изменяться, увеличиваться, либо уменьшаться. Какие-то изменяться не будут. Нам нужно понять, какие. Пункт А. Масса ракеты. Масса тела – это его неотъемлемое свойство. От того, что ракета удаляется от Земли, ее масса никак меняться не будет. И мы ставим циферку 1. Масса ракеты не меняется. Б. Высота над Землей. Если ракета удаляется от Земли, логично записать, что высота над уровнем Земли увеличивается. Пишем цифру 2. В. Ускорение свободного падения. Как мы с вами сегодня выяснили, ускорение свободного падения зависит от высоты над уровнем Земли. Чем дальше ракета от Земли, тем будет меньше ускорение свободного падения. Итак, ускорение свободного падения будет уменьшаться. Г – сила тяжести, действующая на ракету со стороны Земли. Сила тяжести – это произведение массы на ускорение свободного падения. Масса не меняется, ускорение свободного падения уменьшается. Поэтому сила тяжести, действующая на ракету со стороны Земли, также будет уменьшаться. Для самостоятельной отработки данной темы также предлагаются два задания, где требуется вычислить величины, связанные с ускорением свободного падения. Эти задания проведены здесь, на данном слайде. Для более подробного освоения данной темы рекомендуется воспользоваться теми рабочими тетрадями, ссылки на которые приведены и здесь, на данном слайде. В зависимости от того, каким учебником вы пользуетесь, можно воспользоваться той или иной рабочей тетрадью. Они очень хорошо подходят для освоения всех необходимых тел тем, в том числе самостоятельно. На этом наш урок сегодняшний закончен. Следующая тема, которая будет рассмотрена на следующем уроке, будет посвящена изучению силы упругости. До свидания.